Уже давно не секрет, что состояние многих колымских дорог до сих пор оставляет желать лучшего. По разбитым участкам трасс ежегодно передвигаются сотни как легковых, так и грузовых автомобилей. А водители уже давно привыкли к риску, связанному не только с поломкой железных коней, но и самым главным – с жизнью пассажиров. Долгое время ремонт дорог оставался головной болью для региональных властей, пока в правительстве не разработали, а затем утвердили федеральную программу экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья. Участником этого проекта на условиях софинансирования стал и наш колымский край. Средства из федеральной казны на одно из главных направлений содержания и реконструкции автомобильных дорог стали поступать в областной бюджет с 2008 года. С 2008 по 2013 годы направлены финансовые средства в размере 4,576,5 млн. рублей. В том числе из федерального бюджета 3,892,5 млн. рублей, из областного бюджета 684 млн. рублей. Именно благодаря этим средствам на главных колымских артериях закипела работа. Прирост автомобильных дорог в области за последние пять лет в целом составил более 80 километров, а мостовых сооружений порядка 10 тысяч погонных метров. Крупные ремонты и реконструкции производились на таких объектах, как Колымская федеральная трасса, дорога Магадан-Ола и палатка Кулу-Нексикан. То, что нам сегодня нужно очень серьезно заниматься этой составляющей, это понятно. Это один из важнейших факторов, который, с одной стороны, на сегодняшний день сдерживает прорывное развитие экономики. Более тысячи километров региональных, муниципальных дорог, конечно же, по той оценке объективной, которую мы имеем на сегодня, требует серьезных мер. Транспортная инфраструктура всегда была одним из главных факторов развития территории, определенным вектором как экономического, так и инвестиционного климата нашего региона. И, несмотря на реконструкцию некоторых трасс, показатель изношенности колымских дорог до сих пор остается высоким. Конечно, то, что не ремонтировалось с десятилетиями, за пять лет не привести в идеальное состояние. Но, по оценкам экспертов, если финансирование будет и дальше вестись такими же темпами, то вполне возможно, что через 10-15 лет автомобильные трассы Магаданской области приблизятся к европейскому качеству. Елена Логинова, Андрей Хаустов, Эхо дня.